Юра, убери камеру. Ну скажи пару слов. Будет слышно? Не знаю, не за что. Юрий, да не факт, если у тебя такая аппаратура есть. Так, что не что. Я еще не знаю, может она... Скажите, пожалуйста, вы... Ну, Украина занимает первое место, это не я посчитал, это ВОЗ посчитал. Всемирная организация здравоохранения по детскому и подростковому алкоголизму Украина занимает первое место в мире. Когда я спросил это у Чайки, он мне не поверил. Пока сам не зашел в интернет, не посмотрел и таки убедился, что это да, это правда. Знали ли вы это? И если, как вы считаете, есть ли такая проблема детского и подросткового алкоголизма на Николаевщине? И второй такой вопрос, что делать с этим? Я хочу сказать, что сегодня все, уровень проблемы поднять. Да, сегодня есть. Но эта проблема вот в этой ситуации не больше, чем в любой другой страны, которые вышли по советских странам, которые сегодня с такой экономикой. Она не есть той проблемой, которая является, скажем, медицей, туберкулез, ну, даже наркомания и так далее. Хотя проблемы, безусловно, сказать, что совсем нет, наверное, это будет неправильно. А если так говорить, ну, можно общественную организацию по прибыльскому раме создать. И тоже говорить, проблема есть, есть. Нет ни одного человека, который бы командик достал, да? Вот поэтому давайте говорить, не гиперболизировать, у нас и так достаточно негативных явлений. А что касается этой проблемы, то, безусловно, государство делает в данной ситуации все. Нет ни одного ребенка, которому не было бы места в школе для того, чтобы он занимался. Сегодня доступность высшего образования, извините, 110%. Сегодня тестирование, к ним по-разному относятся. Поверьте, я первого тоже с сомнением к этому относился. Сегодня это открытые двери. И я бы даже сказал, нисколько коррупция, хотя и коррупция тоже. Но общедоступно сегодня, скажем, любого ребенка, даже с необеспеченной семьи, которые сегодня имеют знания поступить в любое престижное учебное заведение. Таких возможностей раньше не было. Сегодня они есть. И сегодня никто не может сказать. Вот в этом году все работы по Николаевской области, по украинской мовой литературе, забирались в центр, а дальше направлялись в нашу область. Ну, сегодня мы уже об этом знаем, мы тогда не знали. Проверяла Львовская область. И я рад, что у нас уровень достаточно высокий, показали знания, поэтому не было проблем.